Здравствуйте! Ближайшие 20 минут о самых заметных событиях дня. В эфире новости телекомпании ТВН, студии Евгения Солхудинова. И вот некоторые темы этого выпуска. К снежной зиме готовый автопарк дорожного специализированного учреждения пополнился на 26 единиц снегоуборочной техники. В приоритете инновации сохранность печного фонда. Коксохимическое производство ММК отметило свой 85-летний юбилей. Тулупы и Риттбергеры на льду, арены трактор. В Челябинске прошел чемпионат России по фигурному катанию. А начнем мы с темы безопасности дорожного движения. С начала учебного года на дорогах города было зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Погиб подросток, а 16 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. О последних случаях нарушения правил дорожного движения в материале Татьяны Зайцевой. 45 дорожно-транспортных происшествий с участием детей за год. Одного подростка насмерть сбили прямо на пешеходном переходе. Еще три десятка детей стали жертвами самоуверенности или качества взрослых. А вот к остальным 17 есть претензии. Они переходили или перебегали дорогу в неустановленных местах. Впрочем, претензии можно предъявить и к родителям этих детей, не научившим своих чат правилам безопасности на дороге. И пока травматологи и нейрохирурги разгребают последствия чьего-то наплевательского отношения к другим, самые незащищенные участники дорожного движения вынуждены ходить в гипсе и глотать таблетки. Начало учебного года стало катализатором детского травматизма. С начала учебного года на территории города Магнитогорска зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей, в результате которых один ребенок погиб, 16 детей получили ранения различной степени тяжести. Из них пострадали 5 детей пассажиров и 12 детей пешеходов. В 12 случаях из 16 установлена вина водителей транспортных средств и в 4 вина детей. Сложно изменить что-то в сознании всадников без головы, ибо закон им не писан. Но хоть немного обезопасить своего ребенка от лихача на дороге можно, купив ему светоотражатель в виде наклеек, значков или браслетов. По крайней мере, шансы на выживание у ребенка со светоотражателем на курточке значительно повышаются. И еще одна головная боль сотрудников госавтоинспекции – непристегнутые дети. Доходит до абсурда. Автокресло в машине есть, а ребенок сидит непристегнутый, ибо родителю лениво потратить 20 секунд на то, чтобы защелкнуть ремень безопасности. За такое пренебрежение самим родителям давать бы ремня. Но в законе прописано другое наказание – штраф в 3000 рублей. А значит, кто-то останется без игрушки. Показательное ДТП произошло на минувшей неделе. Было зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, в котором травму получил пятимесячный ребенок, который перевозился в автомобиле на заднем пассажирском сидении на руках у матери. К сожалению, без использования детского удерживающего устройства. Ребенок получил травму головы. В преддверии зимних каникул госавтоинспекторы просят взрослых обращать внимание на стихийные горки, в которые ребятня любят превращать снежные кучи вдоль дорог. Кататься на них опасно, можно запросто попасть под колеса. И недавно в Магнитогорске уже были прецеденты. А на горке добро пожаловать в ледовые городки Магнитогорска. Татьяна Зайцева, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. Сегодня свой 85-летний юбилей отмечает коксохимическое производство ММК. 28 декабря 1931 года на коксовой батарее было получено первое топливо для первой доменной печи. Это событие большой дружный коллектив коксохимиков отметил на праздничном сменно-встречном собрании, на котором побывала и наша съемочная группа. Интересный факт. Первая батарея коксохимического производства именовалась батареей номер 8. Дело в том, что по генплану 30-х годов предполагалось построить 8 батарей. В это же время шло строительство первой доменной печи. Для того, чтобы строители не мешали друг другу, площадки развели. И строительство коксохима начали с большего номера. До Великой Отечественной войны коксохимическое производство уже считалось технически передовым. Оно состояло из четырех батарей системы немецкой фирмы «Беккер» с производственной мощностью более полутора миллионов тонн кокса в год. В дальнейшем, в ходе естественного производственного процесса, какие-то батареи останавливались, возводились новые. И сейчас коксохимическое производство – это 9 работающих батарей с общей мощностью 6 миллионов тонн в год. Как раз тот объем, который необходим сегодня доменщикам для выплавки чугуна. У коксохимиков в уходящем 2016 году было несколько важных задач, с которыми они успешно справились. Первое – это сохранить печной фонд, чтобы объемы производства были стабильными. В течение года было переложено около 30 простенков в печах, отремонтирована вторая коксовая батарея – одна из старейших на коксохиме. В перспективах, конечно, дальнейшего развития у нас строительства новой коксовой батареи. На сегодняшний день предпроектные работы открыты. Занимаемся выбором технологий, выбором той батареи, которую будем строить. Конечно, в первую очередь упор на экологию, на эффективность этой батареи, на качество кокса. Еще один важный вопрос, постоянно решаемый коксохимиками, экологически. Считается, что коксохимическое производство – одно из самых грязных на металлургическом комбинате. И до определенного времени так и было. В прошлом году, в 2015 году, мы запустили закрытый цикл, участок, закрытый цикл охлаждения коксового газа. Проработал он уже у нас полтора года, работает удовлетворительно. Это одно из самых грязных мест на комбинате было. Сегодня все новые объекты, которые уже возводятся или планируются к возведению на КХП, изначально имеют в своей основе принцип природосберегающих технологий. В 2017 году будет пускаться эрекционная колонна по выработке нафталина. То есть будет закрыта старая технология. Здесь, значит, получится, что мы увеличим долю выработки нафталина ровно в два раза из нафталиновой фракции. Ну и тоже, значит, улучшим экологию. Все достигнутое коксохимом за 85 лет – это результат самоотверженного труда работников предприятия. Или, как они сами себя называют, угольщиков, печников и химиков. Это горячий пирог, в котором воедино спеклись людские судьбы и судьба самого предприятия с его становлением, развитием и глобальной модернизацией. Подробнее о том, чем живет коксохим сегодня, о его прошлом и будущем – в программе ТВММК, которая выйдет в эфир 12 января. Галина Смирнова, Аркадий Стариков, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. В декабре предприятию «Ремпути» исполнилось 12 лет. Несмотря на то, что, образно говоря, по паспорту оно молодое, возраст входящих в его состав цехов и служб перевалил отметку в 8 десятков лет. С подробностями наш корреспондент Татьяна Зайцева. Дорога железная, как ниточка тянется, а все, что построено, все людям достанется. Для предприятия «Ремпути» железная дорога – это клубок с длиной нити в 760 километров. Такой протяженности нет ни на одном металлургическом предприятии России. И чтобы поддерживать ее в должном техническом состоянии, требуются колоссальные человеческие усилия. За неполный 2016 год на Магнитогорском металлургическом комбинате было перевезено 125 миллионов тонн грузов. По территории ММК беспрерывно курсирует сырье для производства стали и готовая продукция, которая должна быть доставлена потребителю точно в срок. Одной из главных ролей играет предприятие «Ремпути». В декабре ему исполнилось 12 лет, но его традиции, философии и, не побоимся этого слова, духовность, начали формироваться на ММК свыше восьми десятков лет назад. Сейчас у нас шесть цехов и служб. Это 1650 человек. В основном инфраструктура железнодорожная. В 2012 году мы пополнились цехом подготовки вагонов, который изготавливает многооборотные средства крепления для отправки рулонов продукции комбината в порты. Благодаря инвестициям ММК предприятие «Ремпуть» уже четвертый год вкладывает деньги в производство. По прошлому году нам удалось на 15 миллионов оборудования взять. Это на 17-й год мы планируем на 12 миллионов. Это оборудование не то, чтобы на замену устаревшего, а появляется новый подвижной состав, новые блоки СЦБ, контактная сеть, цех обслуживания локомотивов. Это новые стенды, стенды по производству и определению работоспособности реле. Ну и технику, конечно, мы приобретаем. Технологии предприятия «Ремпуть» впечатляют, хотя, конечно, в любой компании всегда есть к чему стремиться и что внедрять. Более подробно о людях предприятия и о новых технологиях, внедренных в обществе «Ремпуть», смотрите в программе ТВММК в четверг, 29 декабря, в 18.10. Татьяна Зайцева, Влад Набиев, телекомпания ТВИН. К другим темам. 27 декабря 1990 года в РСФСР было образовано новое министерство по чрезвычайным ситуациям. А в декабре 1995 года, согласно указу президента РФ Бориса Ельцина, день создания данного ведомства был объявлен профессиональным праздником, который с тех пор отмечается как День спасателя. Главной опорой Министерства России по делам чрезвычайных ситуаций является пожарная охрана. Накануне состоялась церемония награждения лучших сотрудников. Их каждодневная работа сродни подвигу, потому для спасателей важно обладать особенными качествами. На счету личного состава Магнитогорского гарнизона огромное количество проведенных спасательных работ, тысячи спасенных жизней и случаев оказания помощи пострадавшим. Вряд ли можно научить человека быть благородным и смелым, заставить не жалеть собственную жизнь ради спасения чужой. В МЧС нет и не может быть безразличных и малодушных людей. Здесь в каждой груди бьется отзывчивое сердце. Таких людей с горячими сердцами в актовом зале Магнитогорского отряда собралось около 100 человек. В честь праздника им вручили почетные грамоты, благодарственные письма, медали и нагрудные знаки. В их адрес звучали теплые слова. Пусть у вас все получается. В вашей работе, в семьях ваших будет мир и покой. С праздником вас, с Днем спасателей России, во-первых. Ну и во-вторых, учитывая мою новогоднюю зимнюю фамилию, надо сказать, что и с новым наступающим вас годом. Пусть Новый год будет для вас и для ваших семей более удачливым, более хорошим и более улыбчивым. Спасибо. Также на торжественном собрании наградили победителей конкурса журналистских работ «Созвездие мужества-2016». Его цель – объединить представителей силовых ведомств, журналистов, школьников, общественности в решении общей задачи – повышения культуры безопасности нашей жизни. Основными сюжетами, завоевавшими награду, стали репортажи о нелегкой работе экстренных служб. Среди тех, кто рассказывал о боевых буднях спасателей, были и журналисты телекомпании ТВИН. Так, в двух номинациях были отмечены корреспонденты отдела новостей Павел Берсенев и Татьяна Зайцева. Кроме материалов профессиональных журналистов, отдельными призами были отмечены лучшие детские работы. Павел Зайцев, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. К снежной зиме готовы. Дорожное специализированное учреждение Магнитогорска продемонстрировало главе города Сергею Бердникову и представителям СМИ новую снегоуборочную технику. Автопарк ДСУ пополнился сразу на 26 единиц. Эта покупка была осуществлена посредством услуги финансовой аренды. Затраты на приобретение машин составили порядка 123 миллионов рублей. В обновлении автопарка ДСУ нуждалось уже давно. На службе хозяйства до сих пор состоят машины, закупленные еще в 1986 году. Постоянно выходящие из строя, малоэффективные в работе, они обходятся предприятию дороже, чем покупка новой техники. Сделав эти нехитрые подсчеты, руководство ДСУ решилось на масштабное обновление. Были закуплены мощнейшие грейдеры, погрузчики, тракторы с полным комплектом насадок и комбинированные дорожные машины, предназначенные и для летних, и для зимних работ. Данный автомобиль позволяет убирать снег, загребать его, производить подметание, то есть практически до асфальта, так как высокоскоростная щетка стоит. Он позволяет распределять, начиная от химриагентов и заканчивая безкосоляной смесью, то есть все виды посыпочного материала, причем с точной дозировкой и с контролем. В летнем режиме эта чудо-машина может убирать и мыть проезжую часть, общественные остановки и ограждения. Причем ее преоборудование с летнего на зимний вариант происходит в течение полутора часов, а не за три смены, как у старой техники. Еще одним не менее важным приобретением стала дробильная машина. Позволяет нам дробить именно ветки, потому что основные затраты идут на перевозку. Почему? Потому что груз объемный, когда мы грузим ветки, вроде самосвал 15-кубовый, а везет он там буквально полторы-две тонны. То есть вот эта дробилка позволяет скомпоновать и довольно-таки серьезно сэкономить на перевозке, на транспортировке этих отходов. Глава города Сергей Бердников первым оценил все эти нововведения. Ему доложили, что пополнение парка комбинированных дорожных машин на улицах города в этом году и будет работать 18 единиц, позволит в разы увеличить скорость и качество очистки дорог от снега. Осмотрев машины и выяснив, что расходный материал у новых агрегатов всего на один сезон, Сергей Николаевич настоятельно рекомендовал уже сейчас озадачиться поиском надежных поставщиков. Нет, я к тому, что вы заранее нарабатываете, чтобы смотреть, где качественнее, где дешевле, где эффективнее. В том числе, говорю, рассматривайте наш комбинат. В целом, увиденным глава города остался очень доволен. Это действительно на сегодня самая производительная техника, поэтому я полагаю, что наша одна новая единица будет менять старых две. Старую технику мы сегодня будем списывать, убирать, будем уменьшать затраты, но и в то же время будем повышать качество уборки. Отметив, что все вложения окупят себя за пять лет, Максим Безгодов заметил, что, скорее всего, эти приобретения не станут последними. Автопарку хозяйства нужно обновляться еще на 40%. Татьяна Артюненко, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН. Золотой знак областного профсоюза предприятий жизнеобеспечения был вручен накануне директору муниципального предприятия Комбинат похороны ритуальных услуг Евгению Могулевцеву. Таким образом, был отмечен большой вклад предприятия и его руководителя в реформирование отрасли в целом и улучшение ситуации на городских кладбищах в частности. Напомним, в этом году КПРО отмечает 85-летний юбилей. У нас сегодня в конце года торжественное событие, связанное с награждением руководителя муниципального предприятия Комбинат похороны ритуальных услуг города Магнитогорска в лице директора Могулевцева Евгения Анатольевича. Вы всю сознательную свою жизнь посвятили своему предприятию. Еще мальчишкой в 14 лет вы пришли туда работать. Для вас всегда предприятие, это было прежде всего люди. Это настолько важно, особенно сегодня. И я с полной уверенностью могу сказать от Центрального комитета профсоюза, что у вас социальное партнерство на вашем предприятии состоялось на очень высоком уровне. От всей души я вам вручаю этот знак, золотой знак, почета Центрального комитета профсоюза. Это награда всего коллектива. Чтобы получить такую награду, нужно, чтобы работала вся команда над этой наградой. У нас очень дружный коллектив, который старается, чтобы в нашем городе никто не был забыт. О новостях спорта через несколько секунд. В Челябинске прошел чемпионат России по фигурному катанию. Подобные соревнования всероссийского уровня на Южном Урале состоялись впервые. Лучшие фигуристы страны и члены сборной России на протяжении трех дней боролись за путевку на чемпионат Европы. В числе сотни аккредитованных СМИ была и телекомпания ТВИН. Марина Сергеева не только познакомилась с фигуристами, но и заглянула за кулисы столь масштабных соревнований. Теплая атмосфера чемпионата России по фигурному катанию чувствуется уже на входе в арену «Трактор». Здесь же в фойе можно не только сделать яркие снимки, но и опробовать технические новинки. Сделал фото, запостил в Инстаграм с хэштегом «Ростелеком чемпионат России» и печать пошла. Генеральный партнер компании «Ростелеком» на высшем уровне обеспечивает для зрителей не только развлекательную часть, но и трансляцию с чемпионата России по фигурному катанию. Окунаясь в закулисье арены «Трактор» убеждаешься – здесь работает команда профессионалов. Техническое оснащение на высшем уровне. Неподалеку огромные передвижные трансляционные комплексы, выдающие картинку в прямой эфир. Около сотни командированных представителей СМИ со всей России обеспечивали работу в режиме онлайн и работали в записи. Зрителей очень много, болельщиков очень много, каждый знает имена наших чемпионов и болеют всегда за наших. Ознакомившись с закулисьем, выходим на поле. Четыре вида программы – парное катание, одиночное женское и мужское, а также танцы на льду. Три дня напряженной борьбы. Ведущие фигуристы России – члены сборной страны. Победители соревнований получат путевку на чемпионат Европы. Арина «Трактор» за годы своего существования повидала немало, но чемпионат России по фигурному катанию здесь принимают впервые. Челябинцы и гости города тепло встречают фигуристов. Трибуны на протяжении всего дня заполняются практически полностью. О невероятно теплой, зрительской атмосфере на заснеженном Урале говорил и генеральный директор Федерации фигурного катания Александр Коган. Отвечая на вопросы нашей телекомпании, он заметил – ценно, что спортсмены, совершившие ошибки на льду, незамедлительно слышат поддержку трибун. Челябинск – серьезный, мощный индустриальный центр нашей страны. Челябинск является очень таким мощным спортивным центром. Здесь проводились несколько крупнейших мероприятий. Мы знаем, как умеют организовывать на Урале соревнования. Самый пик наполняемости трибун пришелся на вечер. Танцы на льду приковали к себе максимальное внимание. Пара Джонатан Гурейра и Тиффани Загорский образовалась меньше двух лет назад. Тренируются спортсмены в Москве у Александра Жулина. Признаются, в целом выступление сегодня было смазанным. И на то были свои причины. В целом, сегодня утром Тиффани не говорила никому, кроме врача, что у нее поднялась температура. Мы думали, катать не катать, но, конечно же, она решила. И, в принципе, получился довольно-таки хороший прокат в этих условиях. Но сколько бы ни было потрачено нервов и сил на работу, в воздухе витает дух Нового года. И спортсмены признаются, на каникулах будут отдыхать. Ходить в кино, встречаться с родными и друзьями после завершения чемпионата России – самое время. С возрастом у нас какое-то ожидание чуда в Новом году, оно немного проходит. Никаких там у Деда Мороза писем не пишу. Просто пытаюсь психологически, душевно расслабиться в этот день. Еще больше ярких моментов с чемпионата России по фигурному катанию вы увидите в эфире телекомпании ТВИН сразу после новогодних каникул. Марина Сергеева, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. И в завершении выпуска важная информация. В субботу, 31 декабря, многофункциональные центры Магнитогорска не будут принимать документы от заявителей на предоставление государственных услуг, в том числе и в электронном виде. Горожане, получившие талоны на 31 декабря, могут посетить филиалы многофункционального центра в пятницу 30 декабря до 16 часов 45 минут в режиме «Живой очереди». Справки по телефону 58 00 91. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новость этого выпуска, а также многое другое, вы найдете на нашем сайте tv-deficin.ru. А впереди вас ждут коммерческая информация, а также прогноз погоды на 29 декабря. Всего доброго и до встречи. Спонсор программы. Открытое акционерное общество. Магнитогорский металлургический комбинат. По данным интернет-портал rp5.ru 29 декабря в городе ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-4 метра в секунду. Отдельные порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 9, минус 7 градусов. Днем 6-8 градусов мороза. В течение дня атмосферное давление будет расти с высокого 731 миллиметра до очень высокого 734 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин